Друзья, привет! В своих видео я очень люблю рассказывать вам о тех вещах, о которых вы, возможно, не знали и которые вам могут помочь. Мне очень приятно, когда вы благодарите меня за то, что я рассказываю, как поступать в той или иной ситуации. И сегодня очередное видео, но на очень важную тему. Что делать, если к вам пристают на улице? Это может показаться смешным, тут очевидно все и просто, но на самом деле это не так. Эта проблема касается не только женщин, но и мужчин. Например, такой своего рода прессинг могут ощущать геи, которые являются, собственно, открытыми геями. И из-за этого происходит очень много проблем. Либо если вы парень или девушка, у вас очень такая вызывающая и яркая внешность. Также можете попасться под такие ситуации. Самое ужасное в таких, так скажем, приставаниях, это то, что может все дойти до убийства или насилия. На самом деле такая ситуация может случиться с каждым из нас, поэтому нужно знать какие-то базовые вещи, которые, возможно, обезопасят вас в такой ситуации. Также перед началом видео попрошу вас подписаться на телеграм-канал, в котором вы можете участвовать в жизни канала. Я очень часто спрашиваю вас о каких-то вещах, что вам нравится в видео, что я могу добавить. Или, например, вот я спрашивала, какие обложки, какой стиль обложек вам нравится. И только в телеграме я это спрашиваю. Давайте вначале разберемся в вопросе, почему пристают на улице. И если мы знаем причины, то можно их как-то предотвратить. Во-первых, это, естественно, какая-то яркая, незаурядная внешность. То есть вы должны понимать, что у некоторых людей это как какой-то сигнал-маяк. Если они увидели что-то необычное в вас, то поскорее нужно реализовать свой потенциал и приебаться к вам. Я думаю, что если у вас есть цветные волосы, то вы неоднократно сталкивались с таким излишним вниманием к себе, которое граничит с прерыванием личных границ. И вторая причина, на мой взгляд, самая важная, это то, что вы выглядите как жертва. То есть это проявляется во внешности, прежде всего. Неуверенная походка, сгорбленность, какая-то, может быть, смешная походка. Изо всех этих признаков вы выглядите как жертва, которая является заведомо слабой. И за счет вас можно реализовать, потешить свое эго, например. Знаете, самая необычная история, которую я повстречала, это то, что девушка сидела в метро, и к ней подсел парень. Начал, даже мужчина, и начал трогать ее волосы, трогать за руки. И она такая пишет, вот он меня трогает, а он же прерывает мои личные границы. Какой кошмар. Я едва ли дотерпела до следующей станции. Дорогая моя, а ты можешь, как бы, если он даже повернулся к тебе, повернуться к нему и сказать, чтобы он шел нахуй. Кисуль. Меня, правда, очень смешает такой момент, когда девушки рассказывают, как к ним приставали. Я понимаю ситуацию, когда она не могла выбраться, сказать нет. То есть, ну, такой сильный прессинг. Но когда ты просто сидишь в метро в вагоне, и к тебе подсаживается мужик, а ты можешь встать, пройти в другую часть вагона молча, и потом выйти на следующей станции и перейти в другой вагон. Кисуль. Итак, мы подошли с вами к основному вопросу. Что же делать, если к нам пристают на улице? Многие девушки считают, что в таком случае нужно грубо ответить и уйти гордой походкой. Но это не самый действенный способ. Самый лучший это минимум эмоций и игнор. Почему? Потому что если вы отвечаете агрессией, хоть как-то отвечаете, то к вам подогревается интерес. Может быть, вы даже возбуждаете этого мужчину. И тем самым вы провоцируете еще большее внимание к вам. Конечно, если это вам необходимо, то я ничего не вижу плохого в том, чтобы нагрубить кому-то и почувствовать себя охуенной. Но если вы не хотите лишних проблем, то как можно слабее и меньше реагируйте на слова. Например, у меня неоднократно были такие истории, когда к мне подходили и завязывали разговоры. Девушка, можно с вами познакомиться? Можно, я не знаю, сигаретку у вас попросить? А что вы сегодня делаете? И все такое. И в любых случаях я игнорировала. Если вас окликают как-то, я не знаю, насвистывают, бибикают, то лучше не оборачивайтесь. Но это в том случае, если вы чувствуете, что это делают люди, которые могут причинить вам вред. То есть, например, вы вечером идете домой и как-то боковым зрением увидели, что сзади вас кто-то идет такой вот разваливающейся походкой, свистит вам. Лучше не оборачивайтесь. Я думаю, девушки меня очень поймут. Я часто таким способом пользуюсь. Когда вы видите какую-то группу людей, скажем, маргиналов, там, нерусских и все такое, вы не смотрите на них, а просто проходите мимо. Потому что как только вы даете им понять, что вы заинтересованы ими, смотрите на них или оборачиваетесь, то это провоцирует внимание с их стороны. Могут начаться проблемы. Конечно, не нужно доводить до абсурда. Если вы посмотрели на кого-то, то мгновенно к вам пристанут и забьют. Нет, такого не будет. Просто вероятность того, что к вам могут докопаться, повышается. Ну и, конечно же, золотое правило. Мы не ходим по темным местам, переулкам. Там, во-первых, тихо. Во-вторых, могут кучковаться какие-то компании не очень благополучные. Поэтому лучше выбрать путь по длине. В моей жизни было много ситуаций, когда я шла домой поздно, и впереди шли люди, которые мне не нравились. То есть я очень осторожная в этом плане. Очень хороший метод. Если вы видите, что впереди идут люди, которые вам не нравятся, что-то вы чувствуете, то берете телефон, либо звоните парню, либо делаете вид, что звоните ему, либо отцу. Почему мужчине? Потому что в ходе разговора вы должны сказать такие вещи по типу «Привет, ты меня заберешь сегодня?» Или «Как прошло соревнование?» Или, например, «Я уже подхожу дома, выходи». То есть вы должны дать понять, что вы не одна будете, и за вами вас заберут, то есть вокруг вас будет мужчина. Поэтому вы не такая уязвимая жертва в этом плане. Но есть ситуации, когда разговор уже зашел, то есть у вас спросили какую-то невинную вещь, типа «Как пройти туда-то, туда-то?» И вы уже чувствуете, что человек вас забалтывает. Что мы делаем в этом случае? Очевидно, мы сокращаем диалог как можно быстрее. То есть шаблонные фразы по типу «Да, это очень интересно, но, извините, я спешу». Либо можно не церемониться. «Это очень интересно, но спешу. До свидания». То есть в этом случае очень важно давать отпор человеку и дать ему понять, что вы не заинтересованы в нем. Но в этом деле самое главное не переигрывать, потому что если вы действительно спешите, то вы скажете это очень естественно. Если вы придумали, то это будет похоже на театральную комедию. В театре, в комедиях очень часто переигрывают. Это прям такая отличительная черта. Кстати, о театре мы с вами немножко отличемся. Я очень люблю комедии из-за того, что в первую очередь там опасные ситуации обыгрываются юмором. Но это забавно смотреть. На самом деле я такая заядлая театралка и давно там не была. Планирую сходить и билеты я возьму на Тикетленд. Тикетленд — это крупнейший оператор живых мероприятий в России. Вы можете приобрести билеты на спектакль, фестивали, мюзиклы и даже на концерты. Например, в продаже уже есть билеты на Сплин в декабре. Советую брать билеты заранее, потому что цена может быть ниже, чем если вы закажете прям впритык в декабре. Сразу на сайте вы можете сбронировать места, а билет отсылается на почту. Самое большое преимущество — это то, что все билеты продаются без сервисного сбора, по цене, установленной организатором мероприятия. Как видите, Тикетленд — это очень удобный сервис не только по дизайну, но и потому, что вы получаете персональные рекомендации по мероприятию. Переходите по ссылке в описании и заказывайте билеты на концерты, которые давно хотели посетить. Хорошо, вы заговорили с человеком, и все идет нормально. Беседа обычная, ни к чему не принуждающая. Но неожиданно он начинает сокращать дистанцию. Там, я не знаю, тянуться к вашей руке или как-то похлопать по плечу. Не бойтесь отдаляться от него. Может быть, даже на шаг отступить. И если вы чувствуете, что что-то сейчас будет страшное, то не стесняйтесь бежать или даже кричать, если он за вами бежит. Я понимаю, что сейчас вам это кажется глупым и может быть каким-то комичным. Если вашей жизни угрожает опасность, то вы сделаете все для того, чтобы сохранить свою жизнь. Это правда. В опасной ситуации страх дает вам энергию, и вы будете бежать быстрее, энергичнее, соображать быстрее, куда завернуть, вернуть для того, чтобы вас не догнали. То есть, многие ситуации бывают. Это не каждый день. Это просто вот если у вас в жизни будет такая ситуация, чтобы вы знали, что делать. Если, не дай бог, конечно, если у вас будет такая ситуация, что вас схватили за руку, то наиболее действенный метод – это удар в пах, если мы говорим о мужчине. Это значительно ослабит хватку, и у вас будет возможность выиграть немного времени. Друзья, как правильно ударять в пах? Лучше всего ударять голенью. Я помню такой момент, когда в начальной школе ко мне приставал какой-то мальчик, и я ударяла его в пах именно голенью. Мне учительница говорит, ну что ж ты делаешь, давай-ка ты, может, коленом его будешь стоять. Ну, я ударяла коленом его. Друзья, в таком случае, по-серьезному, мы ударяем в пах именно голенью тем местом, где у нас есть кости. Либо если у вас острый нос ботинка или какой-то массивный ботинок, то мы делаем это ботинком. Но вы должны рассчитывать дистанцию, то есть если человек к вам находится близко, то мы ударяем голенью. Если он находится далеко, то у нас есть вариант именно ботинком ударить. При этом вы должны делать это резко, без каких-то предпосылок. То есть если вы сделаете это как-то медленно, то человек может просто схватить вашу ногу, и вы тогда будете не в хорошем положении, так скажем. Поэтому делаем это очень резко. И сразу же после этого, как человек группируется, то есть ему очень больно, поверьте мне, мы бежим. Конечно, не стоит быть, я не знаю, со всей силы как безумный, потому что это очень больно. Если вы сильно ударите, то вы можете нанести повереждение. Тогда уже у вас будут проблемы даже с законом. Поэтому как бы-то в меру, очень резко, сразу человек группируется, и мы бежим. Лучше бежать в магазин или толпу, для того, чтобы, во-первых, затеряться, во-вторых, можно было попросить помощь. Но опять же, это в очень-очень редких ситуациях, когда прям грозит опасность вашей жизни и здоровью, тогда мы это делаем. В обычных ситуациях, когда вы возвращаетесь поздно из дома, и кто-то у вас просит что-то там, дорогу или позвонить, мы так не делаем. Но, к сожалению, избежать нападения на 100% не получится. Нет никаких гарантий, что в тот или иной день к вам там не пристанут. Но в любом случае, если вы живете в криминальном районе, можно это предупредить. Как? В первую очередь, носим перцовый баллончик с собой. Он очень маленький, лучше его носить в кармане, для того, чтобы сразу достать. Где купить перцовый баллончик, можно в интернет-магазине, можно в специализированных магазинах. Это достаточно проблематично, но достать эту штуку можно. Но зачастую, даже у меня, нету перцового баллончика. Какие подручные средства могут помочь нам выиграть немного времени в случае нападения? Во-первых, это связка ключей. Мы берем ключики в карман. Я обычно так делаю, когда возвращаюсь домой поздно. У меня всегда ключи в кармане. Я просто в кармане их беру между пальцами. Тут у меня торчит один ключ, тут другой, тут домофонный и так далее. То есть получается такой своеобразный костер. Мы можем взять ключи по-другому. Мы можем просто взять связку ключей в ладонь и именно острыми концами, чтобы они выпирали здесь. В таком случае наш удар в крайней ситуации может быть очень болезненным. Также, если у вас есть острые предметы, то мы можем тоже их использовать. Например, это ручка, карандаш, линейка, пилочка для ногтей. Если у вас есть время для того, чтобы достать их, то доставайте. Вы можете использовать эти предметы для удара по конечностям преступника. В этом случае вы не сделаете серьезного ущерба, но будет больно. В случае опасности вы можете заменить перцовый баллончик такими вещами, как лак для волос, духи или дезодорант. Если у вас есть зонт, он довольно тяжелый и с металлическим конечником, то вы можете его использовать для удара по животу. Будет больно, то есть человек свернется, и у вас будет время для того, чтобы убежать. Также вы можете использовать тяжелый предмет для удара по голове. Но будет очень много времени, пока вы будете замахиваться, и человек успеет перехватить вашу сумку. Тут тоже нужно рассчитывать по ситуации. Каблук – это прям такой беспроигрышный метод. Мы ударяем их в пах, живот. Возможно, в лицо лучше не надо, но все-таки есть такая возможность ударить лицо лучше не надо. У человека очень уязвима зона шеи, так что тоже имейте это в виду. Но тут тоже нужно быть аккуратным, потому что можно повредить сонную артерию. Также все, что вы находите на улице вокруг себя, это палка, бутылка. Арматурой, конечно, не надо, но всякие такие вещи можно использовать. Например, палку. Из бутылки, как вам известно, можно сделать розочку, но для запугивания человека, чтобы он не приближался к вам на какое-то расстояние. Вы можете использовать такие средства для защиты себя, но не для того, чтобы нанести вред человеку. Вам нужно выиграть время обезоружив противника, а не добить его окончательно. Что я еще забыла, вы мне не напомнили. Конечно же, я упомянула про то, что вы можете выглядеть как жертва. Что мы в таком случае делаем? Мы перестаем так выглядеть. Если вы неоднократно получаете какие-то придирки и замечаете, что вы являетесь для других людей жертвой, то мы меняем свое поведение хотя бы на момент, когда мы проходим мимо какой-то кучки людей. Старайтесь максимально выпрямиться, смотреть вперед, идти быстрым, но уверенным шагом, то есть не бежать. Если хотите, я могу записать видео про то, как занимать лидерскую позицию в любой ситуации. Ну и последнее. Следите, пожалуйста, за дистанцией в любой ситуации, даже когда у вас там просят дорогу, позвонить или еще что-то. Не позволяйте человеку быть ближе, чем расстояние вытянутой руки. Держите его на такой дистанции, потому что если вы его приблизите, то вы можете быть физически уязвимы. Ну и вы мне часто пишите, что я не заостряю внимание на парнях, на ситуациях парней, только говорю о девушках. Я делаю так именно потому, что я сама девушка, и во-вторых, потому что в большинстве случаев эти ситуации применимы к девушкам. Но насчет парней все-все пункты сохраняются так же. По поводу драки, если есть физическая возможность. Я, конечно, против драк, но нужно смотреть по ситуации. Если вы там окружены несколькими людьми, и бежать вообще не вариант, там за вами погонятся, то, ну, возможно, ответить силой. Опять же, это не для всех парней. Кому-то проще просто убежать, кому-то промолчать, или там, я не знаю, сделать какой-то сильный удар, убежать. То есть, либо затеять драку. То есть, ну, от человека все зависит. Нет универсального способа драться или не драться. Друзья, если вам понравилось это видео, то не забывайте его распространять. Во-первых, это будет очень приятно мне. Во-вторых, вы поможете каналу. И, в-третьих, в-третьих, люди, которые окружают вас, будут знать о том, как поступить в той или иной ситуации. Можете отправить это видео людям, у которых есть проблемы, и им поступают угрозы и так далее. Вы мне достаточно редко задаете вопросы под видео, но я нашла один вопрос, на который хочу ответить. Во-первых, спасибо за комплимент. А во-вторых, вопрос. Находиться нечетко посередине экрана. Это задумка или так вышло? Сейчас я нахожусь четко посередине экрана. Если сзади меня идет проектор, проекция, то я немножко вот так смещаюсь. Во-первых, потому что здесь умещаются какие-то графические материалы. Во-вторых, у вас больше идет внимание на картинку сзади. Именно поэтому я так делаю. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете оставлять их в комментариях. Я отвечу на них в следующем видео. Если вам нравится то, что я делаю, какие темы я освещаю, то вы можете поддержать меня материально, финансово по ссылкам в описании на Donation Alliance. Я буду очень вам благодарна. Оценивайте это видео, если оно вам понравилось. И до скорой встречи. Продолжение следует...